Привет, ребята. Хочу представиться. Меня зовут Андрю Ладен. Я работаю в Типлинг Клуб в Сингапуре. Я там работаю чуть больше, чем полтора года. Я главный бармен и менеджер бара, помимо этого. Поэтому я, по сути, работаю в Типлинг Клуб, что является моей основной ответственностью. Это ресторан и бар нашей группы, но помимо этого я еще слежу за шестью другими местами. То есть это общее количество баров, с которыми я работаю в Сингапуре. И о чем я сегодня буду с вами говорить? О том, каким образом мы готовим наше меню, наше меню органолептическое, поговорю о наших коктейлях, и пройдемся по нашему меню, каким образом нам удается сделать опыт более интерактивным, чтобы взаимодействовать с людей и привлекать их, чтобы они к нам в бар приходили. Итак, Типлинг Клуб в Сингапуре. Для того, чтобы вы просто коротко понимали историю данного бара, мы работаем уже 11 лет. Вот сейчас 11-й год нашей работы. И мы открылись в центре Сингапура, не очень далеко от ботанических садов. И это был вечерний ресторан. Мы открываемся с шести вечера. Пять лет тому назад мы переехали вот в это место, которое вы сейчас видите на фоне на данном слайде. Он находится в центральном бизнес-районе, недалеко от Чайна Тауна. И когда мы говорим о коктейлях, в Сингапуре есть, по сути, четыре бара. Люди, которые этот тренд начали развивать, движение коктейлей в Сингапуре, оно очень юно. Но где-то 11-12 лет всего существует. Типлинг Клуб – это одно из тех мест, которое открылось в 2008 году. И помимо этого, есть еще место 28 – Хонконг Стрит. Это тоже международный бар, известный во всем мире, который открылся, мне кажется, в 2011 году. Есть место Лэнг Мэгган Клофф, которое открыто уже 10 лет где-то. И место, которое называется Бар Сторис. То есть четыре столпа сообщества барменов в Сингапуре. И нам повезло очень, что мы получили большое количество различных наград, начиная от различных наград мирового класса, наград для наших ресторанов, баров. И это одно заведение, но такое ощущение, как будто бы две концепции в одном меню. То есть это ресторан, где есть еда, которая рекомендует Мишленовского рода критики. Поэтому в прошлом году мы также попали в список 50 лучших азиатских баров на единственном месте. Собственник, владелец, это этот человек, не я, он исполнительный шеф, старший, главный шеф. И Райан Клифт, он начал свою карьеру в Лондоне. Изначально он работал с Гордоном Рамзи, несколько лет в Лондоне работал, после этого приехал во Францию, потом там оттачивал свои навыки. Помимо Типлинг Клопа, он работал в Удаман, в Мельбурне. Это известное австралийское заведение с известным шефом, который сейчас также работает в различных местах. Помимо этого, по версии Сан-Пелегрина, он входит в 100 лучших шефов в мире. И помимо этого, он снимался в различных программах на телевидении. И мне кажется, что скоро также будет публиковать книгу. Итак, большое количество баров сейчас говорят именно об этом. И я покажу вам одно из наших меню, кстати, тоже. Но в Типлинг Клоп мы пытаемся взращивать свой персонал. Мы работаем очень эффективным, последовательным образом. То, что можно увидеть на очень хорошо организованной кухне. Мы очень организованно работаем. И у нас очень часто большое количество идей, которыми делимся я, Райан. Мы все садимся, каждую неделю встречаемся и обсуждаем, что можно сделать, изменить, какие новые сочетания вкуса можно внедрить. Помимо этого, еще одна вещь, которая есть у нас, это, что все должны покупать свои ножи. Поэтому, когда вы начинаете работать, вы покупаете себе нож, сперва начинаете есть нож для того, чтобы резать фрукты. Есть ножи для того, чтобы резать лед. Мы вообще не используем специальные машины для приготовления льда. Мы покупаем большие кубы льда, килограмм 9, и потом их ножом разбиваем. И вручную, каждый раз, для каждого заказа, который получаем в баре, мы вручную рубим лед. И я говорю о нашем восприятии. Помимо этого, у нас есть лаборатория, которая позволяет нам заниматься разработками, исследованиями. И мне кажется, что все вам будут говорить о том, что у них есть лаборатория сегодня. Все, кто будет выходить на сцену, у нас есть кухня на втором этаже. Это место, где мы разработаем новые техники, рецепты для того, чтобы мы смогли упростить то, каким образом мы готовим напитки, но при этом мы вывести это еще в то же время на новый уровень в плане качества. Вот, вот это наша кухня, где мы проводим различные тесты. Сейчас она переделана, поэтому выглядит слегка иначе. Но нам необходимо, чтобы к нам пришел профессиональный фотограф, чтобы отфотографировать это все. А у нас нет человека, который мог бы все красиво сфотографировать, к сожалению. Но здесь вы видите, собственно, это столешница, рабочая поверхность. Это то место, которое полностью посвящено тому, чтобы готовить какие-то гарниры. Это то, что также для нас очень интересно в Типлинг Клуб. Но помимо этого, там мы можем заниматься редистилляцией. У нас есть ротоиспаритель, у нас есть различные ультразвуковые машины, большое количество другого оборудования, которое мы можем использовать в баре для того, чтобы разработать новые техники и способы работы. Итак, следующее, о чем я хочу поговорить, это разработка меню в Типлинг Клуб. Вот здесь вы видите меню коктейлей перед вами сейчас на слайде. Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать, мы пытаемся вовлечь клиентов, когда они впервые приходят к нам, тем, как мы им показываем меню, либо историю, скрывающуюся за созданием данного меню. Я знаю, что сейчас люди приходят в бар из-за эскапизма. Та же причина, почему мы садимся, смотрим фильм, та же причина, почему мы читаем книгу, та же причина, почему, когда мы уходим с работы, когда забываем о ежедневной рутины, пытаемся просто сбежать от всех этих проблем и вещей. Поэтому мы пытаемся делать что-то интерактивное для наших клиентов. У нас 12 напитков в меню, и это предыдущее меню, которому уже несколько лет, и оно основывалось на различных воспоминаниях и запахах. Например, название некоторых коктейлей вы можете там прочесть, и вы увидите логотип бренда, потом IFF, и название всех коктейлей. И надеюсь, что это нечто, что может запомниться. Например, они назывались как различные запахи, ароматы, такие как дождь, костер, жасмин, лес. То есть что-то, с чем люди уже ранее сталкивались в жизни. И мы работаем с компанией, которая называется International Flavors and Fragrances. И это меню мы хотели… Вот когда вы заходите в магазин парфюмерный, хотите купить какой-то аромат, мы хотели то же самое воспроизвести в баре. То есть каждый листик бумаги имеет аромат коктейля. Поняли, да? То есть мы делаем коктейль, потом отправляем в IFF, для того, чтобы не протестировали, у них есть машина специальная, газспектрометр, который позволяет вам, когда вы жидкость туда загружаете, разбить его на все составляющие аромата. И после этого они могут создать аромат, который будет точно таким же, как этот коктейль. И он там, на кончике, где написано название коктейля, люди могут понюхать эту бумажечку и выбрать себе напиток. Таким образом это работает. Таким образом можно взаимодействовать с клиентами. Некоторые из коктейлей, которые были в этом меню. Вот здесь, например, напиток, который называется «Дождь». Видите, такая дождевая тучка. И справа трава. Здесь у нас искусственный кушочек газона. И при этом, знаете, такой травяной аромат. Когда вы касаетесь этого бокала, поднимаете его, чувствуете аромат травы. Как я уже говорил, с гарниром мы тоже очень много работаем. И украшением. Следующее. Это наше меню. Это меню, которое было разработано от Джессика Филд, которое до меня работало. И здесь мы говорили про мечты и желания. Опять же, эти два меню назывались органолептическими меню. То есть здесь все у нас касательно концепции органолептики. И здесь у нас чувство вкуса. И помимо этого мы пытались охватить концепцию желаний и мечтаний. Например, мы спрашивали 100 людей, какие у них самые большие желания и мечты. И после этого они отвечали одним словом. И мы, собственно, основываясь на этом, мы создавали напитки. После этого мы решили, каким образом мы предоставляли меню. Это вживательные мишки. Каждый мишка имел вкус такой же, как у коктейля. Таким образом, клиенты могли как бы попробовать до того, как купят. Поэтому вот слева направо мы видим различные напитки. Это радость, праздник, ребенок, мир, красота, успех, сила, знания, реванш. Чего мне еще не хватит? Ну, кажется, что это все. По-моему, все. Итак, 12 напитков. И про каждую, маленькая история, про каждого из этих мишек. Почему? Сейчас вам скажу. Почему, например, успех зеленый? Потому что это цвет денег. Поэтому мы выбрали именно такой цвет. Поэтому, понимаете, есть куча деталей, которые в совокупности предоставляют это. Вот некоторые из напитков из данного меню. Вот слева мы видим счастье. Как вы, скорее всего, угадали. Опять же, видите, как украшено. Мы думаем про все малейшие детали. Знаете, есть такая песня. Текила делает вас счастливым. Поэтому текилу мы использовали там напитки. И видим здесь смайлик, улыбающийся, счастливый, который можно перебудить еще с чем-то. Не знаю. И на самом деле это все съедобно, потому что это рисовая бумага и там пассифлор. Поэтому все гарниры можно скушать. Опять же таки, я говорил, что мы очень много внимания уделяем на это в Типлинг Клаб. Потому что это позволяет создать интерактивный компонент взаимодействия с клиентом. И посередине мы видим напиток, который называется «Знание». Опять же таки, очень-очень простой гарнир. На самом деле, это просто кусок рисовой бумаги, опять же таки, полностью съедобный. И что мы сделали? Мы распылили на него битр для того, чтобы он выглядел как старая бумага. То есть выглядит как вот такой старый кусок бумаги. Потому что знания начинаются с бумаги. И последний напиток. Это что-то, что похоже на олд-фэшн. С клубникой и шоколадом. Невероятно вкусный гарнир. Это самое любимое было мое. Это зефирка, маршмеллоу с клубникой. И снаружи красный шоколад. Знаете, когда я чувствовал голод на баре, всегда мог перекусить. Это прям мой самый любимый гарнир был. Это было первое меню, которое я приготовил в Типлинг Клаб. И опять же таки, здесь мы возвращаемся к первому меню, которое я вам уже сегодня показывал. И здесь мы подошли иначе к нему. В этом меню, в самом первом, где можно было полоски бумаги понюхать, коктейли сперва готовились, после этого брали эти коктейли, потом создавались парфюмы. А в этом меню мы, наоборот, берем парфюмы. И на самом деле они нам предоставили эти парфюмы для того, чтобы мы их взяли и потом смогли создать какие-то коктейли. Здесь наоборот. Представлено все в очень схожем формате. Но помимо этого была также карта, коктейли для того, чтобы можно было связать их между собой. И как, собственно, было придумано меню? Обычно у нас 6-8 месяцев выходят на разработку меню. И здесь ушло где-то 4 месяца. После того, когда я проработал там, и АИФФ нас пригласила к себе. И, знаете, у них офис замечательный. И есть две разные секции. Секция с различными вкусами. И секция запахов. И там была создана коллекция этих 21 аромата. И коктейли были посвящены 12 из них. Мы очень тогда много нанюхались духов. И выбирали, которые из них мы отбираем для того, чтобы приготовить коктейли. И через 6 недель мы выпустили это меню. Потому что как раз через 6 недель в том числе было Рождество. И оно прекрасно подходило. И у нас 100. Нет, прошу прощения. Первый коктейль, который ты заказывал в тот день, к нему шел в том числе и аромат. Маленькая бутылочка аромата. То есть мы раздавали не мишек этих, а ароматы. И 10 дней у нас эта акция шла. И потом все было распродано. То есть за 10 дней где-то 1200 коктейлей мы продали. Итак, что у нас там было? Опять-таки мы добавляли в том числе и украшения, но и на аромате. У нас тут были, например, здесь имбирные чипсы были. Или вот в первом у нас была замороженная малина и шалфея. Листья шалфея, например, были. И теперь я уже подвожу итог. На наше текущее меню в основном оно базируется на французской кухне. Ну, с некоторым таким изыском. Есть, знаете, французский повар Огостус Кофея. И мы взяли его первую поваренную книгу, которая называлась «Руководство по современной кухне». И мы вдохновились теми рецептами. И из них по их мотивам стали делать коктейли. И то есть наше коктейльное меню выстроено вокруг собственно поваренной книги. И один из художников из Мобина сделал для нас иллюстрации специальные. Внутри меню все тоже выстроены вокруг жизни этого повара. Скофье, известное событие в его жизни. Я понимаю, что он здесь не видно. Но один из напитков у нас называется «Итаник». Значит, Скофье был главным шефом на «Титанике». Но он не отправился в ту конкретную поездку. И когда корабль потонул, он чувствовал себя виноватым. И всем вдовам его сотрудников из бара на «Титанике» он оплатил учебу их детей. Так, ну, по сути, на этом все. Больше у меня времени не осталось. Спасибо вам большое. Я буду еще на стенде бар Типпинг Клаб. Подходите. Продолжение следует.